Теперь давайте посмотрим на следующую историю. Получается у нас есть две очень похожие ветки развития сценариев, но они продублированы. Когда у нас утверждено к водителям, да, и у нас работают условия на то, что сумма больше 15, бухгалтер все еще может отклонить эту заявку. Пойдет цепочка нет. И получается, что все-все действия, изменение документов, запись в отчет, статус и так далее, которые у нас уже шли по цепочке, нет, утверждения должны быть продублированы здесь. Да, что не очень хорошо с точки зрения, что у нас появляется расположение одного и того же действия в разных местах, которые по своей сути делают одно и то же. Нужно в случае изменений менять в двух местах. Такую схему становится сложнее читать. Да, это касается не только ветки, нет, но и ветки, да. То есть у нас ветка, да, успешная, может пройти вот таким образом, что у нас условия исполнилось, что сумма меньше 15, у нас уже здесь как бы все хорошо. Да, все положительные заключения должны быть сделаны. Или же у нас пошла ветка в левую сторону, сумма больше 15 тысяч, бухгалтер одобрил и опять же здесь тоже успех. Да, вот чтобы вот эту историю немножко проще реализовать, я сделаю одну переменную, которая позволит мне определяться, какой же у нас был итог одобрения и не дублировать действия. Схема будет выглядеть чуть-чуть объемнее, но зато, вероятно, это более читабельно, да, и более просто для дальнейших усложнений. У нас еще потом появится цикл согласований. Сделаю следующую доработку. Добавлю условия и все окончательные действия, связанные с успехом или не успехом, принесу сюда. Это установка свойства, записи в отчет, выдавление поиска, статуса и так далее. Запись в отчет я скопирую. Также я здесь изменю формулировки. Итак, здесь у нас финальные статусы, то есть и если руководитель отклонил, и если бухгалтер, да, там отклонил. И если руководитель одобрил, бухгалтер отклонил. У нас все равно она отклонена. Если руководитель у нас одобрил сумма меньше чем 15 тысяч, она одобрена. Да, у нас будет всего две ветки, но при этом запись в отчет вот здесь мы оставим. Здесь у нас будет руководитель отклонил заявку, чтобы у нас детализировалось, да, что именно произошло. Теперь цепочка. У нас руководитель утвердил. Условие у нас на 15 тысяч не сработало. Можем также писать влог, чтобы нам с вами было понятнее. Также сделаем себе уведомление влога, да, что происходит у нас по ветке утверждения у бухгалтера. Ну что же, мы подготовили цепочку. Теперь необходимо расставить условия, чтобы она правильно заработала. Что у нас получается? Только когда заявка утверждена руководителем, у нас пойдет цепочка в левую часть. То есть до бухгалтера утверждение дойдет только тогда, когда утверждено руководителем. Если руководитель отклонил, сразу у нас нет. А дальше получается утвержденная руководителем заявка может либо без согласования с бухгалтером дойти до конца, если сумма у нас в принципе ее могут и отклонить. Да, поэтому как нам здесь правильно прописать условия, да, на основании чего мы будем определять успех или нет. Я для этого создам еще одну специальную переменную, которая нам поможет это сделать. и это будет переменная типа да, нет. По умолчанию мы ее поставим нет. Теперь смотрите. Если руководитель утвердил, мы эту переменную поставим в значение да. Теперь в цепочку всю вот эту большую, эта переменная может прийти только со значением да. В цепочку нашу правую, когда у нас все отклонено, но она уже пошла со значением нет. Это значение по умолчанию. Давайте на всякий случай его возведем в начале бизнес-процесса. Вот таким образом. Теперь внутри цепочки у нас левой, да, когда бухгалтер может либо отменить, либо согласовать, мы можем на эту же переменную влиять. То есть если у нас цепочка пошла в этом условии, в правую сторону, значение все еще да. Все хорошо. Если пошла в левую сторону, здесь у нас также есть свое условие, может либо быть документ утвержден, либо нет. Если нет, мы должны эту переменную получиться снять обратно в нет. Итого, у нас цепочка, когда да, вот так выглядит, цепочка, когда да, выглядит вот так. И две цепочки нет. Одна выглядит вот так, другая выглядит вот так. Все. Добавляем вот здесь вот установку переменной. Босс одобрил, а Бухгалтер все равно сказал нет. Таким образом, вот в этом у нас слове, итогово, мы проверяем именно эту переменную. Если у нас переменная стоит в значении да, значит у нас цепочка идет в левую сторону, и все, что связано у нас с успешно утвержденным документом, срабатывает. Если же вдруг у нас эта переменная будет стоять нет, то есть в общем-то все остальные условия, да, и идет цепочка у нас сюда, да, и срабатывает все, все, что связано с документом, не утвержденным. Вот таким вот образом. Давайте сохраним и посмотрим, получилось ли у нас нужным образом. Да, еще чтобы тестировать, я себя установлю Бухгалтером. Так будет проще, чтобы я не завладил сейчас еще одного пользователя. Давайте протестируем нашу схему. Музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...